С 30 июля в Ивановской области при соблюдении требований регламента открылись залы ресторанов, кафе, столовых и иных предприятий общественного питания. Нормы регламента – предварительная запись, единовременное заполнение не более половины посадочных мест от проектной вместимости зала. Среди прочих требований – определенные расстояния между столами и не больше шести человек за один стол. Ранее было разрешено работать летним верандам. Те учреждения, которые не имели возможности их организовать, работали в режиме доставки и на вынос. С четверга распахнули свои залы и фурмановские кафе. Народу пока немного, но все же посетители есть, говорит директор кафе «Трактир» Татьяна Валентиновна. За месяцы простоя благодаря государственной поддержке и доставке обедов на дом удалось сохранить всех сотрудников предприятия. За эти месяцы ожидания была сделана генеральная уборка в кафе. Здесь все блестит, разработаны новые блюда. Все готово к приему посетителей. Вот и настал этот радостный день, когда мы смогли вновь открыть двери нашего кафе для наших любимых гостей. Конечно, перерыв был очень долгим. Пришлось нам, наверное, как и всем, очень непросто. И чтобы как-то сохранить коллектив и поддерживать работу предприятия, мы организовали бесплатную доставку обедов. Ну, надеемся, теперь будем работать в полную силу. Конечно, сейчас существуют некоторые требования. Это дистанция между столами не менее полутора метров. Заполняемость зала не более 50% от общего числа столов. Дистанция также должна быть при обслуживании убара между официантом и посетителем, между клиентами. Проводится влажная уборка каждые 2-4 часа. Мы протираем поверхности столов, спинки стульев, поручни, перила, выключатели, дверные ручки. Приглашаем всех наших постоянных клиентов. Также новых гостей ждем. Приглашаем на обеды. Можно посидеть у нас с детьми. А вечером провести время в приятной компании. Мы предлагаем большой выбор чая, кофе, пирожные, свежевыжатые соки, мороженое. Если говорить о правилах на сегодняшний день, то прибывшие в Ивановскую область обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию, как и те, с кем они будут проживать. Или предоставить результаты тестирования на коронавирус с отрицательным результатом или документ о наличии антител к вирусу. Справка должна быть выдана не позже трех дней до приезда в регион. Режим изоляции не коснется приехавших в нашу область по туристическим маршрутам, водным транспортом, командированных руководителей и сотрудников организаций, деятельность которых не приостановлена.